Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Но многие задаются вопросом, что когда мы все узнали, есть заболевание серьезное у Жанны Фриске, тогда, если вы помните, Русфонд обратился к жителям страны с просьбой собрать средства для лечения Жанны Фриске. Были собраны значительные средства, которые пошли на излечение еще восьми, по-моему, человек восьми детей. Все дело в том, что с Анастасией Заворотнюк другой случай, это довольно закрытый человек. Нет не то, что каких-то просьб к людям, хотя я думаю, что огромное количество людей бы откликнулись на просьбу о помощи. Нет никаких официальных заявлений. Дело в том, что удалось выяснить, что Анастасия Заворотнюк, она консультировалась в НИИ имени Бурденко, в НИИ онкологии имени Герцена. И везде ей сказали, что об операции речи быть не может, ибо степень заболевания довольно серьезная. Поэтому она улетела в Польшу, проходила лечение там. Но и там помощь какая-то не дала никаких результатов, лечения не дала результатов. Последней надеждой стала частная онкологическая клиника в Москве. Частная онкологическая клиника в Москве, где находится Заворотнюк сейчас. Говорят, что там применяют новейшие технологии и собственные протоколы лечения. Именно в эту клинику два года назад приехал после лечения в Израиле талантливый скрипач Дмитрий Коган. У него был рак кожи. Родные Дмитрия сокрушались, что доктора взяли на себя ответственность в этой клинике и поменяли протоколы лечения израильских врачей. Потому что через неделю пребывания в Москве Коган скончался, к сожалению. Но дело, конечно, не в врачах, а в том, что рак кожи, как и глиома мозга, относится к агрессивным видам рака с плохим прогнозом для пациентов. Сообщать, что сейчас в этой клинике, часто онкологической, онкологи оказывают Заворотнюк палеоактивную помощь. То есть это поддерживающее наблюдение на искусственной вентиляции легких. И многие задаются вопросом также еще относительно того, что за все-таки онкологическая клиника. Вы понимаете, дело в том, что я еще раз говорю, что когда с Жанной Фриске был вопрос, вы знаете, все эти споры потом были уже, когда ее не стало, Царство Небесное. С отцом там, с Шепелевым делили деньги, которые там вроде как Росфонд выделил на ее лечение, а потом их не доискаться было. Но так или иначе обращались все-таки к людям за помощью. Здесь такого нет. И сообщается, что вот палеоактивная помощь, поддерживающая, то есть под наблюдением в этой клинике на высшем уровне. И, значит, лечение очень дорогое в этой клинике. Сообщается, что принимают всех пациентов абсолютно с любыми стадиями и с любыми абсолютно, значит, диагнозами, я имею в виду онкологическими. И собирают консилиум из разных специалистов, лечат по американским, значит, по американским и зарубежным других стран стандартам, значит, и вот пишут, что, как удалось выяснить, с большей долей вероятности, актриса находится на лечении в одном из самых современных частных медцентров столицы. Значит, и особенность этой больницы в том, что все службы в ней работают круглосуточно, пациентов принимают в любом состоянии, рассказал источник в медицинских кругах. Когда в других учреждениях тяжелого пациента отправляют домой умирать, там двери всегда открыты. Помощь там действительно качественная, лечат по европейским, американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных. А главное, палеоактивная, то есть поддерживающая помощь, действительно на высшем уровне. В тяжелых случаях всегда собирают консилиум врачей самых разных специальностей, чтобы разработать план лечения. Говорят, что именно поэтому семья Заворотнюк выбрала эту клинику. Местные специалисты знают свое дело, могут избавить от боли, продлить жизнь. Значит, лечение тяжелых пациентов, также сообщается, не останавливается и в состоянии даже медикаментозной комы. Значит, стоимость услуг, соответствующих в этой клинике, позволить себе лечение в подобной клинике может не каждый, сообщается. Перед госпитализацией на счет пациента вносится сумма от 5000 евро, для онкологических больных от 8000 евро. Продолжает врач, это депозит на всевозможные анализы, исследования, операции. Сумма не окончательная, как только деньги заканчиваются, надо платить снова. Плюс пребывание в палате реанимации стоит примерно от 1000 евро в сутки. Значит, ну и уже здесь врач подытоживает, что если актрису положили на прошлой неделе, речь идет примерно о сумме в 20000 евро на данный момент. Вот такая информация, я думаю, что тоже для тех, кто сопереживает, для тех, кто переживает о здоровье Анастасии Заворотнюк, хоть какая-то информация, хоть какая-то крупица. Но еще раз скажу, что я думаю, что если кто-то из родственников или из друзей Анастасии Заворотнюк увидит это видео, давайте поддержим. И если все-таки будет необходима какая-то помощь, мы все готовы, я в том числе, помочь, собственно говоря, деньгами, кто сколько может, собрать какой-то фонд, может быть, или тот же РУС-фонд. И если будет необходима какая-то денежная помощь, то я думаю, что близким, родным Анастасии стоит просто обратиться. И я думаю, что огромное количество людей откликнется на эту просьбу. И значит, мы, конечно, безусловно, все люди, я думаю, что помогут при необходимости. Такие новости, ребят. Подписывайтесь на канал, сопереживайте. Всем пока, до встречи.